Я не буду занимать долго ваше внимание, просто скажу, что у нас сегодня презентация книги Лена Берсон. У нас большая честь и радость вас здесь приветствовать. И передаю вам слово. Спасибо. Я просто два слова скажу про книжку, которую мы делали с издательством Бабель, с Женей Бабель, Женей Коганов. Мы ее долго делали, потому что Женя мне ее предложил сделать еще до войны. И я сказала, что, наверное, сейчас не время, потому что сейчас идет война в Украине. И давай подождем, потому что как-то все неправильно. Мы немножко подождали, началась война у нас. И Женя, значит, опять думал, что он может быть уже как-то... Я говорю, ну, наверное, опять не время. И, в общем, я как-то так все никак не могла ее собрать и не понимала, что в нее собирать, чем ее наполнять. А потом мне все казалось, что время, все время неподходящее. А потом один умный человек по другому городу написал мне, что другого времени у нас нет. И я подумала, что, наверное, надо действовать исходя из этого соображения, что другого времени у нас нет. И делать надо все прямо сейчас. Вот. И стали мы... И мы ее быстро сделали. Вот. И в ней есть... На самом деле, я думала, когда я планировала, что я буду делать книжку собирать, я думала, в ней будет такой раздел, такой раздел, сякой. И в результате, значит, что получилось, получилось очень много войны и немножечко любви. И по-другому поделить ни на какие другие разделы не получается у меня. Вот. Поэтому я сегодня так же буду... Буду так и читать. В основном все связано как-то так или иначе с войной. И потом немножечко о любви. Целый день за окнами мрак. Все, что ты любил столько лет, Либо потерял, как же так, Либо потеряешь, но нет. Влажный воздух пахнет тюрьмой, И конвой на улице ждет. То ли потерял, боже мой, То ли потеряешь вот-вот. Все, к чему за жизнь прикипел, Принекал то лбом, то щекой, Ну и как ты будешь теперь? А потом ты будешь на кой? Что не день, то чень же уменял, Светится огнями жилье. Что ты там вообще потерял? То, что потерял, то мое. Целый день повсюду беда, Целый день повсюду война. Злом не убаюкаюсь, да, Зла не убоюсь, я не знаю. И вот два стишка с эпиграфами из песен. По-моему, это песня 40-х годов. И та, и другая. Почему они получились с эпиграфами из песен? Потому что это те песни, С которыми выступал Лев Семенович Рубенштейн. И, в общем, как-то так получилось, Что эти два стишка посвящены, наверное, его памяти. Хотя мне не очень удобно об этом говорить. Но вот, тем не менее, они с эпиграфами. А коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Так держишь человека, кажется, Что он поднимется, прокашляется, Переживет короткий год, Болел, то, сё. Живут же сверстники. Ложишься вечером, не верится, Что ты уснешь, а он умрет. Вот так поступит, независимо. А ты теперь кричи, зови его, Стыги, но он не виноват, Что толку скорбью донимать его. Так руку из ладони матери Выдергивают и летят Во двор, где в сумерках давно уже Все собрались, играют в ножички, И штандр, кто во что гораст. Земля, как снимок, с грубой ретушью. Придется лечь в нее, Так это же, как в песне, Это только раз. Чуточка громче. Можно. Вот, попробую. Спасибо, извините. И второй эпиграф. Платком взмахнула у ворот, Моя любимая. Вера успела выйти замуж за это время, Ника родить ребенка, Оля найти работу, Миша как будто в норме, Но у него давление. Игорь успел уехать, Ваня успел уехать, Таня смогла уехать, Ира могла уехать, Но не сложилось что-то. Даже весной и летом Тьма не сменилась светом, Ярость сменилась ямой, Губы ее запали, Землю она глотает Маленькими глотками, Меленькими шагами, Чтобы не сделать хуже, Топчутся возле края Те, кто еще снаружи, Дуют на пальцы, Греют впадины и костяшки, Горько, конечно, горько, Тяжко, еще б не тяжко, Стыдно реветь по-детски Временем этим зимним, Будет прощаться не с кем, Что ли платком махни мне. Я знаю, что Хорошо что-то говорить Между стыжками, Но не всегда Есть что тут сказать, Как бы Иногда все настолько очевидно, История настолько очевидная, Что Ничего не могу добавить. Хочет уйти, Дайте ему выйти на воздух-то, Тесно от глаз, Он же не пес, Чтобы к ноге его. Возле крыльца, Прямо в сугроб, Елочка воткнута, Зимний комар Точет, как стон, Бабки с Альцгеймером. Душно от книг, Он прочитал, Больше чем следует, Думал, что зло Прячется в тень, Действует исподваль. Как бы не так, Вот оно прет Черным по-светлому, Тряпку сует прямо в лицо, Сваливая из чистого. Нужно сглотнуть Этот комок Вымокшей ветоши, Молча кивнуть, Мол, ничего, Важно участие. Слышал, что смерть Можно попрать, Чем там, Да смертью же. Что-то пока Ни у кого Не получается. Жарко от слез, Старых пальто, Шарфиков, Шапочек. Это мое, Это жены, Боже мой, Матери. Как там старик, Хочет уйти, Яростно шаркает. Вот же толстой, Лишь бы дурить, Лишь бы изматывать. Тушится гусь, Падает снег, Нечем утешиться. Поиск идет В темном лесу, В темном снегу, Длинный, Как проповедь. Можно ли ад Будут искать, Только да где ж его? Можно ли ад Преодолеть? Надо попробовать. Рождественское такое. А потом приходили волхвы Областного разлива, Тараторили дробно. Так неловко становится жить, Вспоминать некрасиво, Дышать неудобно. Притортав дорогие дары, В небо тыча перстами, Робко кланялись в ножки. Чем больнее тебе говорить, Тем скорее перестанешь, Быстрее заткнешься. Натоптали у самых дверей, Прямо как санитары, Пахли дымом и потом. Мы любили и были людьми, А потом перестали. И ладно, чего там. Обсуждали, что двинут назад, К неуютным пенатам, Как мизерное стадо. Наша Родина там, где была, Ровно там, где была, Там, где нет и не надо. И на ощупь вступали в подъезд, Не найдя выключатель, Спутав право и лево. И, всплакнув в полусонном дворе, Лепетали, прощайте. Светлело, светлело. Обсуждение по-прежнему летних погод. Будет ветер и дождь, Но сперва утешает не тот, кому лучше, А тот, кто придумал слова. Видишь, из дому выйдя, На улице рай, Дальше будут и холод, и грязь. Если знаешь слова утешения, Давай, лучше прямо сейчас. Прямо здесь, где маячит пустое пальто, Где недавно мы были детьми. Надо перетерпеть, пережить, Пере что? И рукав пережми. Если в нем еще как-нибудь теплится жизнь, Чтоб не вытекло из рукавов. Я не знаю, как можно утешить, Скажи, нет, спроси у кого. Принимая глазным, опрокинутым дном Эти волны, войну за войной, Ты как будто еще говоришь об одном, Но уже не со мной. Нас война за войною Стирает с песка, След за следом, За знаками знак. Утешать еще как-то выходит пока, Утешаться никак. Тут, в общем, начался октябрь, Произошло 7 октября, И дальше немножко про это. Ямы выруют, проверят, Все ли мы тут. Кости вывезут, Смешают с пеплом прах. Нас потом да уберут, Со стен да вытрут, И на месте нашей смерти Будет парк. Ладно, парк, А что потом с моей собакой? Кто любимым объяснит, Не напугав? Не успела ни подумать, Ни заплакать, Ни рукой нырнуть В подставленный рукав. Тьма такая, Что от света меньше пользы, Чем от заживо сгорающего дня. А любовь моя, Куда ей деться после? Да, любовь, Куда ей деться без меня? А вот про следующий стишок скажу. Я его как-то выложила в фейсбук. Моя подруга сказала, Моя подруга, Ее зовут Марина Межлумян, Там дальше будет даже стишок ей посвященный. Она сказала, Откуда ты знала, Что эта история, Эти слова, Которые тут в начале, Это те слова, Которые нам сказали. Она из Сунгаита, Армянская семья из Сунгаита. И это те слова, С которыми, С которыми к ним зашли, Когда их пришли убивать. Ну просто так получилось, На вопрос, Что вам надо, Они ответили, Ваши деньги, Богатство. Мы вынесли кольца, Спросили, Эти ли? Они стали смеяться. Они стали смеяться, Ну прям до ужаса. Это шутка? Да нет же. Мы их снова спросили, А что вам нужно-то? Ваши жизни, конечно. Наши жизни. А что в них для вас такого-то? Вам своих, что ли, мало? Нет, серьезно, Возьмите часы и золото, Кольца бабушки с мамой. Наши жизни не то, Чтобы сильно царские, Вы напрасно в них целите. Кто с такими пропавшими Будет цацкаться, Вы своих-то не цените. И не то, Чтобы слишком необходимые, Вы б с такими зевали. Ну детей обнимаем, Ну спим с любимыми, Выпиваем с друзьями. У врача в магазине, На почте крайние. Умираем, выносят. Ну убьете, убили, Да бросьте, ранили. А4, Д8. Подождите, Вы видели птичку только что С амарантовым клювом? И еще эта строчка, Не помню в точности. Ладно, вспомню, Скажу вам. Когда я снова войду в Софию, К моим святым без доски и блеска, К моим горевшим под крик сожги их, Хлебнувшим горе, Познавшим бедство, В тот дом, в который встречая Пасху, Мы возвращались еще доспать хоть, Где за окошком Христос воскресе, Вставало утро в зеленой взвесе. Когда мы сможем обняться снова, Как будто выйти в открытый космос, С моими Гиви, Мариной, Ноной, Она, как девочка, носит косы, На Чикубаве и Авлобаре, Где нас встречали и обнимали. Когда однажды, но это вряд ли, Была бы мама жила, но мама, Без нас на кладбище наши грядки Взойдут высокой мучнистой марью, Давайте к нашим камням и к морю, Где мы, встречая любимых, Плачем, кричим, болеем, воюем, Кормим, где мы ложимся в густые соты, А как еще-то, а как иначе? Что кроме наших у нас здесь есть, а? Что кроме боли за них реально? Так Бог надавливает на сердце, Реани, мир, 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 стишок, посвященный поэту Татьяне Вольской. Татьяна Вольская приезжала летом, приезжала в Израиль, Она признана иноагентом, И живет в Грузии, И приезжала в Израиль на фестиваль «Слово новое», И тут немножко почитала в Бабеле, в Тель-Авиве. И мы с ней разговаривали о том, Что у нее один из сыновей уехал с ней в Грузию, А младший сын у нее учится в университете, И он вынужден, ну как вынужден, Ну да, вынужден был остаться в Питере, Потому что вот он хочет учиться, И он говорит, мама, я выучусь, И к тому времени он вообще уже не разменится, Мы будем строить новую Россию будущего, И так далее, и мы, значит, с Таней все время это обсуждали, Есть ли вероятность того, что она вернется, Как вообще жить ей, Она не представляет себе ситуацию, При которой она не вернется, А я себе не представляю ситуацию, При которой можно будет вернуться в Россию, Вот, и... Ну ей, и... И, в общем, вот стишок, Посвященный Тане. Раскинулось море, как саван, Из палубы смыло, Ты видишь, что нас разбросало, Без всякого смысла, За что мы держаться могли бы, Могли бы держались, Здесь наши могилы, могилы, И жалость, и жалость, Что ищете мертвого, нет тут, А был бы не ваш, но Так страшно, что дети уедут, Останутся страшно, Да бог с ним уже с пониманием, Согреть бы, одеть их, Был дом там, где мама, Где мама, Стал дом там, где дети, Дом, взятый без боя, Как прежде, С делами, вещами, День номер такой-то, Надежды, войны и прощания. Вот, и стишок, Посвященный той самой моей подруге Марине Мужлумян, Которая так и получилась, Что, про то, что она первый раз, Они лишились дома в Сунгаите, Это я сказала уже, Второй раз они лишились дома Вот сейчас, Потому что они из Сунгаита, Они переехали в Армению, Они построили, Ее отец построил дом В Арцахе, И вот сейчас, Когда между, Как-то между войнами, Между одной войной, Второй войной, Незаметно так, Съели Арцах, Как будто даже никто не заметил, Нигде ничто, И почти ничто нигде не было. Азербайджанцы, Всем так? Азербайджанцы. Ну да. Кричащие в никуда. Кому они там? Пусть призаедутся. Кричащие в никуда. Кому они там грозят? А слепшие пальцы хлеб, Как слабую блину давят. В халатах, платках, носках, Им больше нельзя назад. Вам больше нельзя домой, Нельзя, понимаешь, давить? Так сладко, Когда плечом Заденешь дверной проем, С тарелкой пустой спеша, На кухню обратно с полной. А что вы сидите так? Скучаете? Просто ждем. Чего? Без тебя не пьем. За что? Без тебя не помним. Бесправный набор бумаг, Лекарством насквозь пропах. Комок узловатых вен На сумке дорожной стиснут, И в каменный кулачок Зажат неуместный прах. Земля. Никуда не взять, В автобус не сядешь ты с ней. Как только закроют дверь, Ты — все, что ты взял с собой, Ты — тапочки и халат, Руин любви и гнева. Я слышу беззвучный рев, Отпущенный горлом вой, Хотя для меня земля Всего лишь антоним неба. День пристальным светом смят, Как если б ты, отче, дал Все то, что просили мы, Все то, чем живешь, да что там? Я делаю руки так, Ладонями от себя, И больше не вижу их, Плакучих крюков моштутся. Есть те, кому пришлось бежать, И кто бежит сейчас, Кто ничего не смог спасти, И те, кто что-то спас, Кто за руку тащил детей, И кто собаку нес, Кто оглянулся, Или кто глядеть не мог от слез. На что? На то, что до войны Мы ездили смотреть, На то, что стерло смерть, И что вот-вот должна стереть, На то, что было в списке маст Одним из первых мест, На свой забитый барахлом балкон, На свой подъезд, Не прокормивший огород, Не спрятавший подвал. Все это жаль, Но их никто, никто сюда не звал. Пускай они себе живут, Разводят неуют, Но пусть, пожалуйста, не здесь, Пожалуйста, не тут. Как будто раньше, до войны, Им не хватало бед, Что денег нет, Что нет любви, Что близких больше нет. И вот теперь они бегут, Разносят боль и страх В своих глазах, В своих словах, В клеенчатых мешках. И так пугает этот страх, Как спит или ковид. Тот, кто уехал, Не поймет тех, Кто сейчас бежит, Кто обживает дом чужой, Кто в доме стал своим, Куда они идут, Когда мы спим или едим. И так опасна эта боль, Заразна эта боль, Что хочется захлопнуть в дверь, Плотнее закрыть окно. Хотят ли русские войны, Хотим ли мы с тобой, Теперь им стало все равно, Им как-то все равно. Тут нету эпиграфа из песни, Но он как бы подразумевается. Тьмы оптовая заказчица, Сколько смерти, Все ей мало. Родина, давай заканчивайся, Чем ты там не начиналась. Что стоишь в платок замотана, Обезлюдевшая, лживая? Все твои святые мертвые, Ты сама же и убила их. Вот букварь, Картинка с домиком. Что ж ты, Родина, наделала? Ходит мать и ищет донечку. Все зовет, зовет, да где она? Небеса горят лазоревые, Родина, пора закончиться, На скамье тобой взорванной, На березе раскуроченной. Ты не видишь, сколько крови-то, Сколько горя, сколько боли. Сил же нет, закончись, Родина, И не начинайся больше. Там живут, не видя выхода, Горько-горько, страшно-страшно. У меня остались Витька там, И Марина, и Наташа. А вот тут еще едет. Вроде бы эта женщина не просила, Чтобы живот ей, чтобы живот и горло Вскрыла безумно лыбясь ее Россия, Вымучила и бросила полуголой. Ладно, она лежала мертвее мертвых, Кто-то прикрыл лицо ей, а то пугала. Дети-то ходят мимо, и люди смотрят, Только не помнят Ира, Наташа, Галя. Возле нее окружение нарядных улиц, Праздник зимы и лета, стиха и песни. Словом, она очнулась и ужаснулась, Но раз воскресла, надо идти за пенсией. Раны мычат, боли стянула швами. Скорая ей сказала, не вам решать-то. Вы свой живот и горло вспороли сами. Мы не нашли на теле иных вмешательств. Вы же все время сами себе мешали. Бегали по дороге, орали мира. Ну, помогли вы этим? Чуть-чуть? Едва ли. Так что не надо, Галя, Наташа и Ира. Ты в мясорубку? Это для нас не тайно. Пальцы совала с мясом, Чтоб нож заела. Это летали, выход один летальный. В общем, она вздохнула и полетела. Это чья-то бабушка или мать? Да, скорее мать. Вот ее ведут от родных руин. У нее там дочь или, может, сын. Журналисты лезут ее снимать. Мол, война, кровавый ее молох. Водолазы ходят по дну беды. Волонтеры ей принесли воды. На апопей воды. Ничего, я так посижу, малех. В той дыре на нитке повис наш дом. Вон отсюда видно окно и дверь. Там нашли кого-то. И что теперь? Неизвестно, точно не знаю. Ждем. Я не знаю. Ждем. Небосвод над нею апрельский чист. Смотрит прямо в камеру, близорук. Если эта женщина закричит, убавляйте звук. И теперь будет больше про любовь, чем про войну. Жизнь уходила от нас зимой, чтобы шуметь за сценой. Ты забирала меня домой, перед второй усменой. Десять минут до того угла, до поворота к школе. Как ты на санках меня везла? Или забыла, что ли? Как близорука поземкой стерт Красный кусок бетона. Год я не помню, всегда не тот. Шапка всегда с помпоном. День или вечер, пойди пойми, С низкими облаками. Держат медведи хрустальный мир Плюшевыми руками. Как ни гляди в новогодний шар, Видно совсем немного. Я выдыхаю в морозный шарф Женское имя Бога. Какое детское это все. А тут сейчас скажу два слова. Я родилась и до 18 лет жила в Омске. И когда мне было 13 лет, я ходила в театральную студию к режиссеру такому Ларисе Мерсон. Это очень известная она была в Омске. Выпускница щуки и так далее. В общем, всю жизнь я как-то так на нее оглядывалась. И вдруг, значит, два года назад меня нашли ее ученики, ее студенты, ее актеры из Омска. И сказали, ой, мы вот где-то там узнали, что вы когда-то, ну, что это вообще было сколько лет назад. А вот вы не напишете или какой-нибудь, значит, мемуар. Мы сделаем книжку о ней. И я говорю, ну да, конечно, напишу, хотя я уже, наверное, ничего не помню. Я начала вспоминать, и я поняла, что я помню все. Я помню какие-то ее шутки. Я помню, как она говорила, кому не повезет, тот и в бане замерзнет. Да, она вообще отличалась таким невероятным чувством юмора. Я помню эти уроки. Я помню все. В общем, я написала для них мемуар. И не остановилась, значит, и еще написала стишок. Как это тело вообще все это делает? Бедствует, бьется о дверь, прыгает, бегает, падает в быстрый поток рыбой на нересте и, несмотря на прыщи, требует нежности. Все, что попало, берет в поисках годного и надрывает изгиб горла двугорбого. Как прикрывает потом в платье невыгодном руки и шею платком, чтобы не выдали. Смотрит в пустое окно, двигает маковкой и, наконец, навсегда прячется накрепко. Но между этим и тем стало быть в прочерке, как нестерпимо дрожит всем позвоночником, прячет остатки еды, купленной в складчину, осознавая, что все, все недотрачено, а предпоследний удар более-менее. Надо в смирении ждать, с высокомерием. И, истязая себя, больше-то некого, ржет над рассказами вдрызг юного Чехова. Жизнь прошла, а она стоит в белом платье, в чужой прихожей, смотрит, будто издалека. У тебя утомленный вид, ты поужинал бы, Сережа? Не могу без тебя пока. Почему ты сидишь в потьмах? Почему не включаешь лампу? Что, опять отрубили свет? Я, конечно, тебе не мать, но нельзя становиться слабым. Я не буду, не буду, нет. Как нелепо тебя стригут. Ты скажи им, что челку надо. Стало трудно к тебе дойти, замирая что там, то тут, по дороге то крест, то надолб, комендантский уже с шести. Что за свитер, да этот вот, что купили тебе в Берлине, в предрождественской беготне? Он ужасно тебе идет, этот цвет изумленно-синий, тот, что горло сжимает мне. Ты на мальчика стал похож, на седого. А что такого? Просто мальчик попал в беду. Береги себя, дай мне слово. И не жди меня, да, Сереж? Я же тоже тебя не жду. Следующий стишок. Можно, на самом деле, было бы этого и не говорить, но мне приятно, потому что это семейная история. Ничего не осталось от Арики. Ни квартиры с девической спаленкой, что когда-то дала филармония, а потом отобрал из полком. Ни колечка, ни стоящие кофточки. Только шуба до письма, до фоточки. Посторонним нельзя. Посторонние ничего не поймут ни о ком. Видишь снимок? Бери осторожненько. Это мальчик мой, звали Сереженька. Умер маленьким в эвакуации. Я пыталась, но выбили дверь. Я работала администратором. Не копила, а тратила, тратила. Может, стоило в чем-то раскаяться. Но уж только не в этом, поверь. А еще, что сказали пысусики, прямо в шубке на лифчик и трусики на свидание бегала к тенору. Позовет? Я на всех парусах. У театра билетики лишние, поджидают. А мы сразу шли к нему. Но старел он с известной стервой и скончался у ней на руках. Ничего не осталось от Арики. Запах астры и мази из Арники. Дым такой, что знакомого встреть его. Ни за что бы в дыму не узнал. Как она умудрилась отчерт ее разглядеть очертания нечеткие, замереть над раскрытым бессмертием и захлопнуть его, как журнал. И еще одна тоже семейная история. Тебя могли бы назвать Мариной. Я так просила, такое имя. В честь младшей дочи, девочки, тети Липы. Но мне сказали, вы не могли бы избавить нас от рекомендаций. И я не везла, куда деваться. А я мечтала, сойду с трамвая, приду к Маринке, скажу, назвали. И над Ваганьковской слободою февраль зальется живой водою. И теплым снегом двумя руками ее неловкий умою камень. Вот ты не можешь ни печь, ни штопать. Похоже, руки растут из жопы. Ни щи, ни теста, ни шить, ни гладить. А вот Маринка могла, не глядя. Ухватит ситчик, куда шанели. А как мальчишки ей вслед глядели. Я шла из школы, смотрясь в витрины. Конечно, лучше бы быть Мариной. Не прятать приму в сугроб за школой, а быть Мариной и быть веселой. Я приставала, но в чем же дело? Что с ней случилось? Она сгорела. Кусая грязные заусенцы, я представляла себе освенцем, где подключичные ямки чьи-то дождем до самых краев налиты. И ямы те же, и лица те же. Она сгорела, но где же, где же? Она умела, она медичка. Она бывала в анатомичке. Смешав отраву и гоголь-моголь, она горела в четвертом морге. А что же делать, когда любимый сперва с другою, потом с другими? Да ладно, бог с ним. Осталось имя. Больного на дачу вывезли, где лес и сосновый бор. Он смотрит, сирени выросли, а вылита до сих пор. В сугробе застыли грабли, он качели, как куличи. И все ему выздоравливай, и он сам себе молчит. То в кресле на воздух выставят, то снова закатят в дом, а почуют так неистово, как будто съедят потом. Здесь все бы ему простили бы, что именно им видней, над скатертью непростиранной, с заметным пятном на ней. Он столько себя накручивал, а встретились кое-как. Он за неимением лучшего портвейн положил в рюкзак. Потом они долго ехали под сенью родных осин. И он говорил с помехами, как радио Би-Би-Си. Дошли до поселка затемно, столбы и над каждым нимб. Запомни, смотри внимательно. Сейчас она рядом с ним. Сирени летят, как демоны, и ветром крыльцо трясет. Она ничего не делает. Глядит на него, и все. Так рвемся сейчас на части мы, качаемся на краю, руками взмахнув над чашками. Она разольет свою. Она восемь лет покойница, а он все живет и ждет, когда перестанет вспомниться. А вот не перестает. И я подумала вообще следующим стежком закончить, чтобы очень долго не было. тоже скажу два слова. Мы летом были в Тбилиси в очередной раз, и я решила посмотреть дом-музей Тициана Тавидзе. И мы, значит, пришли, жарко так, совершенно безлюдные подъезды, ни одного человека, музей закрыт, звонок звонили, никто не открывает, потом выяснилось, что не работает, уже давно ничего там не работает, попасть никуда нельзя. Но вот эта вот сама лестница и дверь почему-то произвели на меня впечатление, наверное, больше, чем если бы я, может быть, и нет, но так вот мне показалось, что если бы я туда внутрь зашла, ничего бы мне это уже может быть и не добавило. Вот, стишок называется «Смерть поэта». «Хочу твои глаза!» кричит ему Мари. Он говорит Мари, «Умру, тогда бери». Она смеется, но боится за него. Мари четвертый год, четвертый год всего. Бледнеет пыльный пол, стакан пропаха вино. Ой, если б жили мы во времени ином, чтоб не осознавать свою причастность злу, чтоб не лежать ничком на стоптанном полу, да нет, пускай печаль, когда стакан допит, но только чтоб не страх, не стыд его, не стыд. Мари четвертый год, всего четвертый год, она не хочет спать, она его зовет. Мы пережили ночь, переживем еще. Какая тишина, собачий лай не в счет. Мари глядит в глаза, ей не до вранья. Ты что, кого-то ждешь? Тебя, любовь моя. Жара опять горчит, как спелый абрикос. Мари жует одну из расплетенных кос. Ты хочешь молока? Не хочешь молока? Страшнее, чем звонок, бездействие звонка. Он стелет ей кровать, пока она не спит. Является гроза, горящая, как спирт, и марлю пузырит на яростном ветру. И он смеется весь. Мари, я не умру. Вот, наверное, все, что я хотела. Может, еще? Может, еще? Вот я тут один... Сейчас. Что еще есть? Ты не подходишь к бездне, она подходит. Я подхожу вплотную, и все проходит. Помнишь, когда мы вместе болели корью, как я тебя катала в промозглой скорой? Я над тобой склонялась, на шею дула. Если б не та врачиха со скорой дура, все верещало, что-то о кислороде. Помнишь ее, наверное? Да помню вроде. Я подходила после к тебе раз двадцать, выучилась как следует разверзаться, но поглощала робко и неумело. Мы же росли бок о бок, такое дело. Я прирастала смертью своей Сибирью. Будет больнее, если тебя любили. Край мой оплавлен скорбью и состраданием. Войлочной коркой стала молитва Дайна. Все это чушь про то, чтобы кануть в лету, чтобы Творцу входные вернуть билеты. Касса давно закрыта, река застыла. Действуют Минобороны и служба тыла. Если руками стиснемся, сожмем тисками. Держим друг друга, держим и отпускаем. Бездна к лицу любому вот эта новость. Все у нее как надо и даже дно есть. Больше не можешь, больше никто не может. Видеть, как свет слабее потемки множит. Нет ни конца, ни счета, войскам и ордам. Где-то врачиха с долбанным кислородом. Там в книге больше стихов? Книги больше, да. А мне не все из книги. Тут я так... Это не все из книги? М? Не все из книги? Не все из книги. Это у нас не все из книги. Ну, какие-то просто не успели. Какие-то написались уже, когда книжка была в работе. Я решила не вести себя, как, по-моему, кто-то рассказывал про Эктушенко, что он то стихотворение в последний момент решил заменить. Потому что я же всего себя перевернула. Я решила не вести себя, как Эктушенко, и не переворачивать ничего. И как бы книжка ушла, то, что ушло. Ну, прости, что-нибудь из книжки еще будет, если не устал. Да нет, я как раз... Возьми. Кто где рос, кто где вырос, и врос где, где мычал под ударом листы. Это самое близкое в роде. На совсем из Москвы? Из Москвы. Неотвязно любимой, греха нет, только все застилающий стыд. Где окно за окном спотухает, где одно за другим не горит, где ни слова, ни стона из горла. Брать пальто? Да не надо, бери. Сколько горя от нас, сколько горя. Харьков, Прага, Тбилиси, Берлин. Хочется что-нибудь такое? Раздайте, пусто мечтаю. Про Герту мечтаю. Тебе же не помню, что это... Запах чужих домов, вообще чужих. Как мы до самой смерти любили их. Эту клеенку липкую на столе, этот столетник слабый в сухой земле, эту одежду, скрученную жгутом, это дыхание в горле не обжито. Если вернусь, то сяду вон там, в углу, спину прижав к подержанному теплу, или упрусь лопатками в сотый раз в эти узлы, завязанные за нас. Вид из окна, глядящий в окно, на взрыд, нехотя, как подросток тебя щадит. Снег, попадая в полуоткрытый рот, тлеет на языке, замедляя рост и замедляет выплаканную речь, сколько ее ни комкой и ни калеч. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Книгу этого Полина. А вот книжка на столе. И можно ее, да. Полина хотела бы принести вам кучку. Да, ну как вам лучше? Кажется, вы можете взять книжку. Да, если хотят, что вы хотите сделать книжку. Я тут. Можно, пожалуйста, сказать, потом... Да, я тут не пойду.